Приветствую вас. Вопрос касается раздражения автора. Вопрос на свою маму. Автор вопроса 20 лет маме, соответственно, 44. Все было нормально. До тех пор, пока не начался карантин, и пришлось сидеть 24 часа вместе. Автор вопроса, зовут Анастасия, начала раздражать мат. Есть ощущение у Анастасии, что родители ее все время контролируют, что слушают ее разговоры по телефону, обижаются, когда Анастасия выходит из комнаты. Вот. И, соответственно, автор вопроса думал, что это потому что на карантине. Но, когда карантин завершился, и автор вопроса начала учиться очно, мат начала ходить на работу, вот. Ничего не изменилось. По-прежнему, раздражение на мать у автора присутствует. Вот. И при этом есть чувство вины, потому что мать ее любит. И она по словам автора вопроса, хорошая, добрая женщина, не тиран. Вот. И автор вопроса очень страшно, что у нее такие чувства. Она просит помочь, помочь себе разобраться. Что я хочу сказать. Ну, во-первых, то, что у вас осталось раздражение, это вообще так, вообще говоря, нормально. Потому что вы получили этот опыт. Вы получили этот далеко не самый, к сожалению, приятный опыт. И, ну, как бы, ничего необычного в том, что вы чувствуете нет, как мне кажется, по крайней мере. Я думаю, что здесь несколько ключевых факторов. Первый фактор, это, как мне кажется, некоторая ваша потерянность по жизни. Пока вот она несколько, ну, несколько глобальная такая потерянность, как мне кажется. Вот. Потому что, ну, есть такое ощущение, что вы потеряны немного. Есть такое ощущение, что вы как будто потеряны. Есть такое ощущение, по крайней мере, у меня это ощущение есть. И я думаю, что, скорее всего, это связано с тем, что вы не совсем реализованы. То есть вы учитесь, конечно. И вы большая молодец, что, что, что учитесь. Вот. Ну, мне кажется, что, или обучение вам не интересно, или учитесь вы через силу, не чувствуя, что вам это нужно, не чувствуя, что вам это интересно. Вот. То есть, ну, вообще вариантов может быть довольно много, я не хотел бы их все перечислять. Вот. Потому что, понятно, что могу ошибаться, понятно, что я могу быть неправ. Но факт, на мой взгляд, заключается именно в том, что вам вот как-то вот не очень, как-то вот не очень вы себя чувствуете в этом аспекте. В аспекте как раз именно своей реализации, потому что, ну, как бы обращайте внимание вот на маму, как бы, да, на то, что она делает. Вот. То есть это, как мне кажется, ну, показать вот это. Второй важный аспект, это, конечно, эмоционально, психологически, если угодно. Сепараться от вашей мамы, которая необходима. То есть, вы уже взрослые, и вам, в общем и цел, эээ, как мне кажется, эээ, пора жить отдельно, пора жить самостоятельно. Вот. А вы, эээ, до сих пор, эээ, с мамой живёте, живёте. Вот. И жить с мамой, эээ, нормально. То есть, ничего нет, эээ, плохого в том, что вы живёте сама с мамой. Но, эээ, момент в том, что, эээ, необходимо, вот, всё-таки, сепараться от неё, да. То есть, как бы, эээ, мама, она меньше сейчас внимания уделяет себе, больше внимания уделяет вам. Вот. Потому что, ну, вероятно, считать, что её жизнь закончена, хотя это, безусловно, не так, не так, но, тем не менее. А вы, наоборот, больше внимания уделяете себе и, соответственно, меньше внимания уделяете ей. И вот это вот, эээ, как бы, эээ, так скажем, реструктуризация, изменения, эээ, вот, очень болезненно переживается с одной из старых сторон. Для сохранения, эээ, для сохранения предыдущего вида отношения используются манипуляции, в том числе обиличь и так далее. Вот, то, что, думаю, то, что ваша мама делает. Вот. А, соответственно, здесь имеет смысл проработать с чувством вины перед мамой, вот. Эээ, проработаться над тем, чтобы научиться адекватно выражать свои чувства ей. Вот. И, соответственно, поучиться выстраивать личные границы. Вот. Это вам, на мой взгляд, необходимо здесь. А, чувство вины. Это нарушение личных границ. Вот. То есть, ну, чувство вины человек испытывает, как правило, тогда, когда, эээ, ну, его личные границы нарушаются. То есть, когда, эээ, вот, обижаются мамы, то есть, условно говоря, вы оказываетесь перед непростым выбором. Например, эээ, вы хотите поговорить по телефону, эээ, но не можете этого сделать, потому что мама рядом. Вы выходите из комнаты, чтобы поговорить. Что вполне нормально. Но обижается, вы чувствуете вину. Вот. И, соответственно, вот, в этом аспекте, в аспекте, когда вы делаете то, что вам хочется, например, делать вину. Но при этом же ощущаете вину. Вот в этом аспекте нужно работать. Учиться больше доверять себе. Вот. Я бы смотрел так же в сторону повышения своей самостоятельности. Я бы смотрел в сторону, эээ, повышения опоры на себе. Вот. Я бы смотрел в сторону, эээ, ну, лучшего продвижения своих интересов, чем сейчас вы делаете. Ну, потому что сейчас вы, по сути, этого не делаете вообще. Сейчас у вас, по сути, нет своих интересов. К сожалению. К сожалению. Эээ, таких вот, по крайней мере, о которых вы бы писали. И, которые, которые, которые бы увлекали вас настолько, чтобы не обращать внимание на маму и так далее. Вот. И, соответственно, когда вот вы говорите, что у меня бесит, это вот как раз про личные границы, про то, что вы позволяете ей слишком много. И вопрос здесь не в том, чтобы она меньше пребывала, а вопрос в том, чтобы вы увидели все вам угрозы, собственно говоря. Вот. Я, как правило, именно вот что. Бесит, это история больше про замещение. Что такое замещение? Ну, вот. Вам нужна свобода. Условная свобода. Вот, мам. Да? Вам нужна. Потому что вам кажется, что без этой свободы вы не сможете, там, чего-то добиться. Ну, к примеру. К примеру. Вы не сможете чего-то добиться без этой свободы. Но, для чего вам эта свобода? Вот имеет смысл подумать. В общем. В общем она вам. Это то, на что имеет смысл вам обратить свое внимание. То есть как вы будете использовать эту самую свободу. Каким образом вы будете ее использовать. Вот. То, на что бы я рекомендовал бы обратить вам свое внимание. Вы пишите о том, а, значит, вы спрашиваете, вы просите нас, помогите себе добываться, поможем, но для этого нужно с вами поговорить. Вот. А немаловажным моментом является то, чего вы хотите для своей мамы. И как вы это реализуете. Если вы хотите для нее счастья, то, ну вот, чувство вины, мягко говоря, вас к этому не приближает. Мягко говоря, не приближает. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.